Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против внесения изменений в законодательство Евросоюза, которое бы позволило предоставить Украине 18 миллиардов евро в помощи. Заявление вполне ожидаемое. Ранее блокировать выделение денег обещал венгерский премьер Виктор Орбан. Мол, не хочет, чтобы Евросоюз превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Также Орбан был недоволен, что Украине предоставляются средства не только на военные нужды, но и в целом на функционирование. Теперь в Брюсселе должны решить либо в очередной раз идти на уступки Будапешту, либо наказывать его, например, ограничивать финансирование. Наказание Венгрии, это в том числе касается интересов самой Еврокомиссии, потому что тут сейчас одно из двух. Либо они ее наказывают и таким образом показывают, что ЕС способен держать под контролем своих членов, либо они ничего не делают, но в таком случае есть такая вероятность, что другие тоже будут делать так, как Венгрия, не боясь каких-то последствий. С другой стороны, уверены политологи, с Венгрией нужно договариваться, так как не получив денег, она будет и дальше блокировать любую инициативу в отношении Украины. Предметом договора могут быть скидки на нефть и газ, считают эксперты. Возможно, предоставление газа или нефти по более льготным для них ценам именно со стороны европейских союзников, возможно, с территории республики Польша, которая сейчас активно продвигает энергетическую независимость регионов. Сейчас Венгрия полностью зависима от российского газа. Согласно соглашению, которое было подписано в прошлом году с «Газпромом», страна получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию, и еще 1 млрд кубов через трубопровод из Австрии. И так запланировано на протяжении 15 лет. Они зависимы в энергетических вопросах. Да, в поставках газа они очень зависимы от России. И это, я думаю, что этим можно объяснить частично позицию Венгрии, как такого скептика на украинском направлении. Кроме того, стоит напомнить Венгрии, что на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые также, как и все украинцы, страдают от российской агрессии. Те национальные меньшины, которые проживают на территории Украины, они также являются жертвами российской военной агрессии. И венгерская меньшина не является исключением. И венгеры, которые проживают на территории Украины, в частности, на территории Закарпатской области, они также нуждаются в финансах Европейского Союза, чтобы пережить этот тяжелый период. Если же никакие доводы не сработают и достичь компромисса с Венгрией не получится, у Евросоюза остается еще один способ оказания помощи Украине. Каждая страна ЕС может заключить с Украиной двусторонний договор о финансовой поддержке. Однако в таком случае, предполагают эксперты, появляется риск, что не у каждой страны Евросоюза будет необходимая сумма.